добрый тур коллеги рад всех видеть и слышать меня зовут Марченко Игорь и мы с вами начинаем утренний брифинг сегодня 10 апреля вторник есть много интересных движений но к сожалению большинство из них конечно реализовалась на российском рынке да мы еще маленечко затронем эту тему уже обозвали вчерашний день черным понедельником потому что падение индекса ртс был значительно большим то есть скажем так необычным необычным было движение необычным плохим вот и все мое внимание было приковано вчера именно туда а не столько там на форекс потому что на форекс было относительно все спокойно стопы алгоритмы работали все все штатно все нормально без проблем и тут я сегодня пребывая так сказать в офис да подумал о диверсификации какая же это классная на самом деле штуковина ребята то есть не кладите ни за что все яйца в одну корзину то есть используйте какие-то всевозможные способы диверсифицировать свои доходы для того чтобы не нарваться на какую-то проблему появившуюся в одной конкретной точке например вчерашний день когда российская биржа заставила меня понапрягаться поконтролировать может быть даже забить на свой свободный вечер да процент смотреть внимательно за состоянием дел а вот ну а форекс уже более менее нормально давайте не посмотрим по форексу ну и маленечко россию затронем что конкретно мы сегодня можем с вами наблюдать сегодня у нас день должен быть с точки зрения волатильности поинтереснее ну как бы но это чисто статистическая такая вещь как оказывается вчера было очень очень интересно так чтобы я хотел обратить внимание по экономическому календарю на сегодня индекс цен производителей особого какого-то там драйвера наверное ждать не придется это все таки цены производителя не потребители но тем не менее в пятнадцать тридцать можно будет посмотреть дальше по завтра уже ничего экономический календарь на сегодня по россии особого смысла смотреть не надо но трус гидро сегодня организуется директоров ну там такой швах вообще что тут уж не доставят и директоров ну понятное дело что конечно это ведь достаточно важно но там есть другие проблемы на которые стоит обращать внимание поэтому этот календарь мы сегодня с вами пропускаем ну и поехали по форекс пробежимся что торговым так все ли у меня прогрузилась на умещение все прогрузилось и так поехали европейская валюта о чем мы с вами говорили о возможности по шарте данный инструмент то есть у нас была зона сопротивления кстати надо сказать что вчера на европе вообще было спокойно да то есть тогда когда москва уже там ртс ловил три четыре планки в европейской сессии было все спокойно а жара началась уже с открытия америки и началось ослабление доллара да то есть это видимо ну что-то там политическое надо конечно новости почитать но я думаю вы тут справитесь без меня включите такой тирбака и посмотрите что конкретно творится да ну то есть есть движухи они скорее таки не технического а скорее фундаментального характера однако по евре мы с вами говорили о том что и зона сопротивления в которую можно тестировать и можно поехать вниз и тот факт что вчера инструмент ослаб и доехал до нашей зоны сопротивления и вроде бы есть сделки да то есть здесь у нас примерно где-то здесь это шорт есть вот с таким вот стопом и это как бы нормально в том плане что по-другому мы бы сделку не вошли да согласитесь если мы пытаемся откупить повыше то цена должна добраться до этого выше вот собственно вход состоялся но здесь ситуация ухудшается в какой на мой взгляд тем что мы закрылись в хай дня то есть достаточно часто если мы закрываемся в хай дня то ну или в хай либо в лойту отката на следующий день но не бывает примером примером этого может быть вчерашний фунда который также закрылся в хай мы ждали я это отмечал и говорю что блин как-то все стрёмно и это стрёмно свершилось то есть тут не то чтобы будет то же самое да но это просто статистическая такая вещь на которую я бы хотел обратить внимание которое может быть вам в конечном итоге когда-нибудь спасет какую-то часть денег я буду только рад на самом деле но тем не менее есть сделки давайте посмотрим что у нас и как торгует народ все стопы интересные находятся над этим хаем и над этим хаем до них еще далековато с точки зрения движения цены поэтому пока на них особо не рассчитываем рыночный сантимент народ конечно на торговался здесь последние два дня объем открывается на самом хай и конечно еще круче и при этом народ понапокупал да то есть на максимуме все-таки были покупки какие-то но здесь с другой стороны все все ровненько да то есть без особого там интереса теперь давайте по фьючам посмотрим как я уже говорил дам движение вверх идет и пока мы ниже этих кластеров я их именно описывал рассматривать имеет смысл только шорт в принципе ничего не изменилось однако однако страшно страшно это все дело происходит ну вот да мы с вами видим как достаточно резко и интересно накопили здесь на получается пятничная америка и и вчерашняя до вчерашний европа и мы видим да как быстро вот это профильному очень в этом плане помогает очень быстро накопились инструмент здесь как мы видим в моменте до объем за покупателями но к сожалению мы еще не знаем насколько сильные если вообще здесь открытый интерес продавца поэтому по-хорошему нам надо исключить то продавца то есть она должна выйти вверх да вот и тогда мы с вами будем уже говорить что да это разворот тренды и так далее так далее то есть стоп наш с вами ну мой он такой позиционный то есть что значит позиционный да он находится за этим хайом то есть если мы его сносим этот стоп то мы уже можем говорить о смене тенденции брать любой тест в откат и в покупку и работать уже в ланге и при этом отбивать те потери которые понесли раньше вот на этом в принципе вся тактика построена которую подготовку и я осуществляю которые реализации тоже осуществляю что касается текущей ситуации наверху конечно мы наторговались однако внизу объем не низкий да в принципе вот у нас кластерак контрольный назовем их так если мы вниз заваливаемся тогда это уже пошли в коррекцию но доедем сюда здесь может отскочить но учитывая что мы закрылись в хай дня да то мы можем ниже от этих кластеров и даже и не упасть похоже что здесь нам надо с вами по-хорошему разгрузить нашу позицию шартовую да и засесть максимально на забор то есть даже в минус кое-что закрыть чтобы потом не получить как это было например вчера на фунте вот эта поддержка очень сильно она реально может давано с другой стороны здесь можем отбиться и тоже пока не убрать давайте так пока ничего не предпринимаем такого крутого позицию имеющиеся я буду разгружать то есть даем вы сами смотреть как она будет реализовываться если там трамп что-то учудит 2360 до и 2325 пусть будет так 2330 будет это у нас сопротивление если там трамп что-то учудит в доллар будет заваливаться дальше вот и я бы отметил бы вот эту поддержку тоже 22 55 и 2285 к сожалению куда мы пойдем я не знаю и и уже к лангам будем приступать в случае пробоя хая то есть если мы пробьем максимум поэтому вероятность этого есть и она нифига не маленькая поэтому ребята разгружаемся я думаю вполне вполне мы можем разгружаться цели наши это 24 ровно и в принципе 2440 мы можем достичь не сегодня но в рамках недели как бы вполне в рамках недели вполне то есть здесь пахнет жареным и чтоб всем трамп помог дальше фунт как раз таки та самая история которая говорит о том что мы какие-то да прошли стопики наши нас выступила мы здесь можем говорить о лангах теперь уже потому что топ на вскаке случае с евро был именно позиционный то есть мы могли то есть нас выступила да мы кстати как будто бы здесь там стопы собрали вот эта штуковина очень похожа на ложный пробой дневка от этой штуковины выглядит шикарно да то есть вот такая вот свечка черная вот такая вот свечка белая то есть это вот дневной график там кто любит технический анализ по свечкам пожалуйста любуйтесь и говорите что свечки работает и теперь мы с вами можем говорить о чем о каких-то стопах расположенных черт знает где но ничего интересного да бесстрашный продавец который стоял однажды здесь и до сих пор стоит но это тоже ни о чем не говорит потому что это может быть один клиент уанды он не отображает весь рынок однозначно по позициям в принципе открыто интересе здесь но при этом без баланса явно не видно то есть принципе кластераном также как и случай ой с раночным сентиментом также как и в случае с евро но на мой взгляд ни о чем не говорит по кластерам как видите да мы говорили о вот этих кластер а вот этих моментах что они могут оказаться самыми крайними они таковыми остались мы вышли вверх теперь мы с вами можем говорить тоже лангах о том что доллару каюк если конечно и мы не говорим с вами про доллар рубль да потому что там рублю каюк хе-хе-хе-хе везде доллар ослабевает кроме рубля на кроме валютной пары доллар рубль на баре доллар рубль мы идем в хаи вообще сейчас покупать однозначно страшно я считаю и нецелесообразно а вот допустим дождаться тестов point of control и спрятать стоп за те кластера которые вчера были клак крайними я думаю имеет смысл да и тогда мы уже можем говорить о каких-то ну откатах в этом моменте то есть в принципе это будет более-менее резонно резонно так что мы можем теперь посмотреть как мы видим это все на кластерах это всем удаляем да здесь мы получили с вами стоп малечко подпортили свою беспечно хорошо начавшиеся статистику по апрелю но ничего страшно я думаю это главное просто время переориентироваться значит что у нас здесь есть примерно здесь начинается интересно это 011 41 и стоп я бы втыкал бы под 4070 бы я бы втыкал бы стоп то есть вот это вот все обозвать поддержкой и ждать в нее тест и он вполне может состояться то есть характер движения цены вчерашних говорит о том что коррекция может может быть и и мы тогда будем откупать и первая наша цель это вот этот же вчерашних а это уже один к одному 41 40 ну а дальше уже там 41 70 можно будет ждать и в совсем уж хороший сценарий это 42 20 ну и понятно что это сценарий не на сегодня во всяком случае я так я так думаю я так думаю ребят в чате который пишет не то чтобы просьба да а поосторожнее с капс лоском с капс локом потому что чат настроен таким образом что он может вас воспринять как реклама и забанить просто напросто поэтому видно прекрасно всех я всех вижу я всех читаю просто это как бы не угроза я просто бы что вы упадете под фильтр спама канадец завалился до сих пор грузить данные а чё канаде завалился и их самое главное он у нас идет по тренду до канадский доллар что не может не радовать давайте фичи начнем смотреть потому что у нас тут есть но идеи нету это конечно старая момент да то есть мы с вами говорили о том что есть очень интересная кластера даже где-то стоялся вход однажды вот здесь тут очень неплохой вход и как бы все идет куда надо обращаешь внимание на то что по всему контракту объем на своем ископить например здесь поэтому на фичи движение вверх это движение нас основное были на меня стереть все тут сбросил скана этот как вызвать терминал чтоб его ладно теперь мы можем что здесь смотреть народ у нас в целом есть у в шортах остался стопы нету таких крутых ну вот за минимум есть вот их немного да но как ты уж их совсем немного ну а кластера как я уже говорил в принципе готова это двигается здесь по хорошему все вот это конечно надо воспринимать как одну зону то есть и вот сюда ждать тест в кант в контур или там уже работать и там уже работать в тест то есть получается вот он да то есть естественно посмотрим вот эти вот индикаторы в кластер дельты то мы увидим да мы видим что да вот примерно point в контроль находится на здесь но вот перед ним поставим это 127 60 127 60 да и вот стопик 128 28 60 27 60 28 60 100 пунктов для интро дей конечно жутко большой стоп но в принципе как набирать как набор позиции вполне резонно давайте мы с вами попробуем таки сделать то есть добирать здесь позицию с общим риском в полтора процента я думаю возьмем это будет может даже в два процента возьмем это будет на мой взгляд приемлемо то есть дождаться куда-то туда теста не ждать цену наверх это будет такой стоп позиционный еще раз договорили двигаться туда вниз в расчете на то что трамп со своей со своим подходом к политике назовем то так устроит очередную вакханалию рыночную доехали мы до этого поддержки в принципе ну попробуем доехать 2650 это уже позиционно к она не позиционно с горизонтом там хотя бы на эту неделю то есть и так далее так далее дальше смотрим сделаем все японская иена мы говорили о возможности купить здесь но отказались от этой возможности потому что соотношение loss profit то есть да очень стрёмно и это была идея на нонфарм и если уж мы на евре оставили эту идею да еще с пятничной по продаже то здесь я думаю что надо от нее вернее от не отказался потому что соотношение здесь но от родительная да то есть это не дальновидно до подход и я думаю что тут особого смысла нету что то тут говорит поэтому мы забываем про эти дей и смотрим внимательно будут ли у нас какие-то другие момента во первых хочется сказать что все таки народ в основном купил поэтому движение вниз то будет движение против толпы значит но другой стороны мало чем тут своим говорим какие то есть стопы под минимумом но я думаю это одна из одна из валютных один из валютных инструментов которые не представляют пока никакого интереса поэтому я думаю что надо пропустить время тупо не тратить австралийц значит у нас как бы даун тренд но при всем при этом вчера на общем фоне ослабления доллара мы увидели с вами движение вверх однако здесь нету признаков ложного пробоя на которых мы постоянно с вами говорим и на самом деле не видно что это все дело разворачиваться да то скорее просто откат куда-то туда вверх и не факт что мы там продолжим это движение хотя вкусные стопы конечно остаются здесь здесь они тут видны да и принципе это все по кластерам если мы посмотрим что на австралийц то ничего не изменилось у нас с вами весь объем всего контракта да относительно свежего которому еще даже месяца не исполнилось он у нас находится примерно где то здесь вот и мы вот внутри в самом этом находимся то есть здесь я думаю ничего брать не надо здесь у нас как было основное направление вниз и как мы воспринимали вот это тот максимум как контрольный да таким я думаю стоит воспринимать то есть пока мы ниже 77 80 да я думаю ситуацию рассмотреть именно по шартовому а еще лучше не лезть потому что ну движение тут практически нету за несколько дней там ну вообще просто очень мало я думаю здесь интерес особо не представляет золото в принципе тоже тоже будем пропускать потому что ничего и классного нету мы флэки да вот тут уже аж 4 надо включать потому что масштабы этого флэта конечно удручающий хайлой все в рамках одного контракта не в ничего интересного не не вижу не смотрим нефт марки дабл и ти и движение внедленно с вами было основное мы с вами отмечали что мы как бы прошли вот эти вот объемы то есть даун тренд у нас действительно основной принимали во внимание вот эти вот пластера то есть в принципе здесь откат состоялся туда в шорте можно вроде бы смотреть что делать дальше оставаться ли в продажах или тут тоже не все-то гладко но в принципе по объемам да мы с вами можем увидеть что за вчера тоже накопились очень хорошо и так сказать добавили объем чека здесь вот продавцов он объемчик или нет мы не знаем но если анализировать предыдущие накопления да то можем говорить о том что да движение вниз для нас как бы основное то есть если бы ну если бы скажем так та позиция которая у нас здесь есть я думаю нужно тоже маленько сбросить разгрузить потому что на самом деле удручает тот момент как тот способ которому-то доехали то есть достаточно быстро да там без всяких вялых движений это раз и во вторых если уж и продавать если уж и придерживаться вернее этой же самой идеи то есть один из было пошортить там по моему 63 45 час не вспомню да и вот стоп спрятать захай шестьдесят четыре пятнадцать то при всем при этом при всех этих продажах до рассчитывают только на небольшое скромное падение то есть в рамках шестьдесят два пятьдесят пять причем потому что у нас здесь тоже что то есть не вот и здесь есть крайне кластер очки до туда мы доедем вполне резонно однако 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 просто мы рубим соотношение лос-профит то есть но здесь однозначно лучше выходить полностью либо либо большей частью объема сделки я вот так думаю нефт марки бренд в принципе ждали от него падения но зависли зависли почему потому что бренд в отличие от да было тебя не обновила минимум поэтому откат может быть достаточно большим и в принципе мы видим что он состоялся мы как бы не обновили хайк но уже очень очень близко поэтому продавать я думаю здесь пока не надо надо посмотреть здесь так же как и в случае с wti лучше дождаться обновления минимума также как и в wti но к сожалению там уже есть позиции снижена доработать здесь нету поэтому и усугублять ситуацию не надо доллар рубль мы сейчас смотреть здесь не будем но выросли конечно безусловно очень сильно сейчас посмотрим мы российский рынок фьючерс очень сильно вырос 60 на 1200 закрылся он в хай дня то есть объем были очень большие не знаю как там ну вчера как я уже говорил да в начале чашний день обозначили как черный понедельник не зная появляются люди которые говорят о сверхприбылих шахтили они ртс покупали доллар рубль да не верю этим всем по очень простом пример потому что у нас даже здесь на бирже мы видим что у нас когда все дело и началось мы очень дико много видим закрытия очень много закрытия может быть кого то по голову закрыла может быть кто то просто выносила по стопам то есть у нас здесь были страшные объемы с закрытием открытого с уменьшением открытого интереса да и ближе к кончанию тоже основной сессии да тоже закрытия при этом по дельте во время на положительной дельте то есть получается что это не могли быть покупки маркет бай потому что тогда бы как минимум открытый интерес не изменился бы да это скорее всего закрытие продаж что тоже является маркет бай то есть те самые стопы вот если из продаж кто-то выходит сделка совершать маркет бай то тут можно говорить о том что в массе здесь позиции закрывали и причем убыточные потому что если бы но с другой стороны и прибыльные тоже почему нет да то есть целый лимит закрытие от покупок тоже могло быть но в общем то здесь я думаю просто по глупо позакрывали многих то что на ночь уходили что все это беда я не вижу смысла смотреть сбер я не вижу смысла смотри газпром втб до патрулили меня там в комментариях касаемо того что по сберу типа нет ничего интересного до провалились очень сильно и я в этом плане упустил до события произошедшие там воскресенье на мировое время в том числе и там санкционный список обновленный и чё там в думе произошло в общем-то печаль все это дело мы с вами посмотрим каким образом мы с вами посмотрим на то что у нас собственно говоря произошло за вчерашний день по российскому рынку до русал олега дерибаски упал на 25 процентов это много это вот такая вот вот такая вот дневная свеченция то есть сразу данное с открытия завалился в моменте падал еще больше в моменте падал там на все 89 процентов на площадь чего восемьдесят девять процентов да ладно все нет 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 не оттуда почитал моменте полносе 47 процентов сегодня на 20 22 где-то так закрылся конечно сбербанк да очень тоже пострадал то есть на 16 просто закрылся но это справедливо абсолютно для всего рынка и и в принципе богу весь рынок вчера был очень красный сегодня на с вами торговый стрим сегодня мы с вами посмотрим именно как будет расторговываться по позициям доллар рубль у меня покупка стрэнгла я об этом говорил поэтому в принципе я здесь вышел в такой нормальный плюс но хочется отметить на то что у нас очень сильно завалился индекс ртс нашу российский да то есть за вчерашний день чем удано зале черном и уже обозвали черном понедельник лучше падение на один с половиной в моменте на 12 процентов это достаточно много на то есть измеримо было ну вот не вспомнить так но подобное было там году в четырнадцатом до вот курс рубля с расчетом ну как бы уже на сегодня очень конечно на завтра но тем не менее мы видим 60 66 а что в принципе ждать дальше наверно многих волнует потому что историю это все могут посмотреть что ждать дальше ну вообще индекс ртс может принципе дальше провалиться это это возможно то есть история показывает что обычно самая жопа начинает по извините так нельзя конечно говорить на запись но тем не менее обычно самая тасс начинается конечно в первые дни потом вроде бы пыл остывает течение двух-трех дней до но лишь бы этот пыл начал оставать то есть мы это увидим попадение волатильности я это увижу попадение волатильности в опционах что в принципе рынок уже так более-менее у стаканца то есть надо смотреть как рынок будет реагировать сегодня то есть будет ли он ждать дальнейшего падения либо нет по рублю ну понятное дело что на мой взгляд если вы решили что рубль растет покупать уже никого смысла нет нет было безусловно раньше принципе придерживаться того что я всегда говорю что если есть накопление и накопление там доходы или накопления в долларах не меняйте их без лишней необходимости в рублей то есть люди которые принципе вот это вы послушались могли уже там увидеть да смотрите у нас америка открылась снижением доллара абсолютно по всем основным парам кроме рубля на потому что в россии нет проблемы еще похлеще то есть сегодня мы от рынка в принципе ждем то как он откроется я жду и хотелось бы чтобы все это дело начала по успокаиваться но в принципе если индекс ртс будет дальше заваливаться я знаю что делать не страшно сегодня у нас еще с вами также портфель по биткоину цифровой портфель передача в 900 мы стартуем и я думаю проведем то есть чем 20 минут поговорим про bitcoin про то портфель который у нас есть какие изменения произошли стоит ли его брать сколько стоит брать и как мы будем с этим делать ныпс mp 500 то есть принципе здесь ничего не изменилось все основные события происходили в россии конечно вот и здесь у нас получается что мы так и остаёмся с вами во флете единственное что у нас узкий становится флэт настолько узкий что торговать с него сложно то есть продавать здесь таким стопами вот таким вот тэйком особого смысла не имеет поэтому я думаю что здесь нужно оставаться на заборе есть намного интереснее идеи есть намного интереснее рынки но все давайте теперь по вопросам какие есть будем с вами обсуждать спасибо тем кто пишет вопросы в комментариях к видео сберечь да ничего интересного понял согласен закосячил на самом деле но найти я тут не не аналитик в том плане что анализируется рынке там слежу за новостями нет я с рынок может отреагировать абсолютно по разному на любую новость и работа надо с рынком да то есть работа надо с тем что есть либо собственно говоря ну нету да так по чату который у нас есть непосредственно в трансляции привет всем зорким трейдерам из целябинска привет привет из ангарска евро лонг ну в принципе говорили осторожность продажами до фунт апрель лонг причем на весь апрель интересно что с рублем творится ужас прям шпилька дневная поговорили надо обсудить валютные риски и в чем лучше хранить в рублях или баксах или евро но тут да надо обсудить но мой подход очень простой я торгую на рынке стараясь диверсифицировать свой риск то есть как видите есть и форекс есть и опционный рынок да есть и какой-то скажем так ненаправленные долгосрочные торговые методы которые я использую да и мне честно говоря страшно только если армагеддон произойдет абсолютно везде то есть катастрофа будет только в этом случае вот при других любых случаях конечно я защищен я считаю так его говорил если есть доход ребят ну вот допустим форексники да я очень часто слышу что там много кто но есть люди которые успешно торгуют на форексе ноут работать его на форекс есть у вас долларовых доход держите деньги в долларах не нужно их переводить в рубли а есть рублевый доход допустим с российского да значит ну тогда держите их собственно говоря потому что на самом деле даже то что там произошло вот эта большая дневная шпилька да ну за вчера но насколько но на четыре с половиной процента выросло доллар по отношению к рублю много это или мало да обычно да то есть как бы да конечно много со статистической точки зрения но плохо скорость на самом деле да то есть она от разгоняет инфляции но это для экономики плохо поверьте мне в россии с экономику можно ухудшить и без дико растущего рубля вот и все а так в принципе есть будет ли катастрофа если будет доллар стоить 100 рублей 100 рублей за доллар будут отдавать ничего страшного жизнь при этом не заканчивается жить все будем и так далее так далее резко все я думаю не обеднеем да то есть проблем в стране хватает и поэтому то есть я думаю что надо какой есть доход такой и надо придерживаться на то есть без лишней необходимости доллара не меня держите их на валютных счетах да хоть на электронных кошельках я с них там немного все ну и в чате на трейдинг-флор точка нет у нас ничего нету каких-то там вопросов ну а так особо то я ничего и не вижу но все тогда будем заканчивать значит сегодня торговый стрим в 9 часов 30 минут цифровый портфель в 9 часов на этом всем спасибо подписывайтесь на канал следите мы будем с вами следить за ситуацией ставьте лайки и чтобы все это дело уходило в топ и поближе до в поисковиках будем наращивать аудиторию на 7 все пока